Здорово, родной, и сегодня я нахожусь на проекте Motion Project. Я здесь отсутствовал два месяца, целых два месяца, и последний видос выходил по нему 14 апреля. Поэтому через два месяца мы возвращаемся, влетаем с двух ног чисто на проект. И перед началом хочу, естественно, напомнить, что все ссылочки на проект я оставлю в описании и закрепленном комментарии, а также вводим в промокод Руджи и получаю 50 тысяч игровой валюты на третьем уровне. Ну а теперь переходим к сути ролика. Я надеюсь, тебе это понравится, ибо я сам был с этого в шоке, с самого итога, и соответственно. Короче, welcome to the Motion Project, где мы сегодня с тобой начинаем с чего? Правильно, с обновления, где недавно добавили новые кейсы с машинками и с прочими плюшками. И, конечно же, я считаю, что с этого и нужно начинать сегодняшний ролик. Я думаю, ты со мной согласен. Согласен, а ты делал КТ, когда эпидемия там этого была, как его, короны? Какой КТ? Не знаешь, что такое КТ? Нет, я не знаю, что такое КТ. А КТ? Да, короче... Ну, кот, кошка, ёпта, КТ. Короче, да на. Ёпта, красоты. Какой первый сначала будем открывать-то? Ну, естественно, самый простой это зеленый кейс, и единственное, что я не понимаю, это если я куплю три сразу, у меня три сразу откроются или что? Поэтому я все-таки буду по одному покупать, я думаю, ты так же сделаешь. И отсюда, мне интересно две вещи. Это R6-C7 и красный кейс, потому что красный кейс, понятное дело, дороже. Так, собственно, короче, у нас есть три вида кейсов, как я уже сказал. И первый это зеленый, самый простой за 300 доната, и сниму, собственно, по три штучки открываем сегодня, и, соответственно, зеленый первый. Ну, давай, получается, это где находится магазин, кейсы и зелененький. Ты уже сразу три докупил, или по одному будешь? Я, честно, я просто не знаю, как их покупать. Если я покупал, он открывается сразу, или не сразу. Да, лучше, наверное, рисковать не будем, поэтому приобрести одну штуку. Он не открывается сразу, это уже не открыл. Уже вы видели. А ты мгновенно открыл или так? Да, я случайно открыл, и я залпал 72 тысячи. 297 коинов выпало мне. Я залпал 72 тысячи рублей, и это, по-моему, неплохой такой минус. Так, короче, сразу две штуки покупаю. Я на трикойной минусе. Шок, плаки-плаки. Все, без глупых шуточек, вообще-то у нас сегодня донат открытий. Я не знаю, я, наверное, тоже плаки-плаки, и не нормал даки, потому что у меня зажим для ремня выпал все-таки. Короче, я повторю, отсюда я хочу две вещи. Это либо Audi RS6 C7, либо красный кейс. Почему красный кейс объяснять, думаю, не надо. Это кейс выше уровня, а RS6 C7 это больше интересный автомобиль, как-никак. Тем более на моушне, где я вообще ее не видел. Поэтому, короче, думаю, второй кейс открываем. Кого ты не видел, RS6 C7 кузы? Да. В смысле, на провинции же есть C7 кузы? Да почему эти провинции вообще? Ты говоришь, нигде не видел, поэтому я тебе говорю, что есть. Я сказал на моушне. Ой, я просто... А мне, кстати, морфин инжектора... Инжекшн выпал. А ты уже открыл вторую? Мало один. В зеленом, в зеленом, да. Я уже три, получается, открыл. Короче, подожди меня, потому что я тут буду ходить. Ну да, я жду, вот красный. А ты только один открыл? Да ну, буханка! Ну да, больше подрубиновый похож, поэтому... Что, открываем? Ну тут, что мне интересно, это... Ну, просто я так подмечу для себя. Опять же, повторюсь, это кейс, потому что это высший уровень уже идет фиолетовый. И Zikor. Zikor это машина из последнего как раз таки обновления, откуда пришли кейсы. Поэтому хотелось бы посмотреть на Zikor. И как-никак это китаец, навороченный китаец. И здесь его встретить, это довольно неожиданно. Поэтому открываем? А вот... Да-да, открываем. Пока открываются, я скажу то, что... Ну, как бы китайцами я в игре так себе отношусь, и мне больше Геттер симпатизирует. Мне выпала магнитола, а тебе что? Мне выпал купон на квартиру, и у меня уже есть квартира, поэтому, скорее всего, я не знаю, что мне с ней сделать. Посмотрим. Может быть, продать. Что, второй открываем? Я думаю, сразу же. Да-да-да, я просто второй уже открыл нечаянно, и мне выпал купон на квартиру, и Геттер у меня пролетел просто на одну позицию. Хорошо, тогда открываю уже я, и со второго кейса мне падает магнитола. Самое забавное, что слева рядом от нее зиккор, а справа сразу же ГТР. Ну, хорошо, последний кейс. Давай, полетели. Я хочу зиккор, просто зиккор и точка. Зиккор и точка, зиккор пролетает, и два купона на квартиру у меня есть, поэтому, ребята, обращайтесь. Работу риэлтором, какого хрена? О, это, кстати, это, кстати, Haval, это Haval новенький, F7, я не ошибаюсь. На вот их наверх, А1800, на 52-м регионе, говорит, что-то в автомобиле. Вечер добрый, и случилось чего? Здравствуйте, ничего такого, просто отдыхаем. Собственно, я не знаю, чего так резко он стыдился, но посмотрим, что он нам ответит. Просто я очень хочу перейти к последним кейсам, вы тогда лучше машина купите на парковку, здесь же проезжая часть. Ой, блядь. Вы тогда лучше уберите машину на парковку, здесь же проезжая часть. Буквально дело, пару минут, сейчас уберем. Ну, в принципе, HZ чего такого, просто мы не мешаем, как бы, никому, и приехать спокойно можно, и... Пусть он уедет, а то я без номеров, сейчас у меня еще и дрюкнет, за то, что я двигаюсь без номеров. Нет. Благо, он не прикопался. Давай, короче, немножко отъедем на парковку, и там уже дооткрываем кейс. Ой, а это что за X6 взорванный стоит? Тут, ёпперес, это я не понял. Все, короче, 46-ю продаю, вот такой X6 хочу, блядь. Короче, да, мы отвлеклись немного, точнее, я. Мы, получается, красные, рубиновые, точнее, кейсы уже, да, открыли. Остался у нас последний кейс, а точнее, три последних кейса. Фиолетовый. У нас хватает, хватает. Самое интересное в этом кейсе то, что это тупо автомобильный кейс, и отсюда я бы хотел Grand Cherokee, и, наверное, 430-ю, F430-ю и Ferrari, и в основном все. Да, с тобой полностью согласен, ибо F430-я эфира, еще я помню свой GTA Vice City, когда моды, там, Vice City Deluxe был, и Ultimatum, вот там вот такая эфира как раз-таки была, и я с нее кайфовал. Поэтому приоритет, конечно, на нее, даже мне 223-й не нужен, Вольвешник и McLaren, вот чисто эфир, было бы прикольно. Поехали. Давай, полетели. Там сегодня точно выпадают. Первый пошел, и дай просто бог это что-то крутой, это Grand Cherokee с первого кейса. Мне 223-й выпал. 223-й с первого кейса. Ты че нахуй? Улучшается, интересно, интересно. У нас еще два кейса, чтобы выбить Ferrari. А Ferrari я очень хочу. Ну, я второй нечаянно уже открыл, как бы мне А4 выпало бы в пятом кузове. Ты второй, давай, жду, когда второй откроешь. А второй второй, и может сейчас что-то годное выпадет, и падает ЕЧ. Е34-я BMW-шка, не самое годное, что я хотел. И последний кейс готов? Да-да-да, полетели. Полетели, и если сейчас попадается Volvo. Бля, я думал, сейчас опять 223-й выпадет, у меня Chaser Taur V выпал. Хорошо, вот у меня есть сейчас два автомобиля, и Volvo все равно мне не нужна. Могу ли я, во-первых, я забираю отсюда деньги, 200 тысяч как-никак на кармашек капнула. Так, а ты где это смотришь-то? Да в донате, в кейсах, и прямо в наградах. Короче, есть Volvo. Volvo мне не нужен. Что мне делать с Volvo? Я не знаю, мне в принципе как бы и аудюха не нужна, и Chaser. Может быть это как-то на бушку можно слить, либо забрать и потом на металл, как вариант. Я думаю, что об этом мы потом разберемся, потому что сейчас я бы хотел честно забрать гаранчероки, а ты бы, наверное, забрал 23, что логично. Ну да, почему бы и нет, собственно. В этом поехали, доедем, я думаю, что сейчас тоже разобраться быстренько, как это делать, и как раз таки заберем наши новые мочинки, скорее всего. Чай, наградок заберу до надкойны до конца. Сделать активный, в чем, я ее делаю активный. О, какой цвет тебе пизод, это она, символично, кстати. А почему машина розовая? Ну вот просто почему? Из тех цветов, которые могли выдаться на машину, он стал мне розовым. А он, кстати, у тебя не розовый же был, фон у него какой был случайно? Может быть, от фона зависит? Если у меня красный был, то, возможно, мой 223 будет тоже в таком же цвете. Громко, громко пристегнись, Руслан. У меня просто конкретно калит его цвет, и, к сожалению, поменять его сейчас просто негде, потому что я сначала в южный, и только потом уже едем в деревушку, где просто поменяем цвет и затюнем его. На лицо своего персонажа, посмотри, нормально все? Слушай, я настолько комфортно себя чувствую в этом автомобиле. Что ты в нем утонул, да? Да, я тону в его розовых глазах. Ой, слушай, проверка. Проверка. Нормально, нормально. Нормал, да, прошел. Нормал, да, прошел. О-о-о-о. Тихо, тихо. Это в лес по грибе. Это в лес по грибе. Это все у нас предусмотрено. Это Гран-Чероке. Он такие испытания только так по щелчку пальца и проходит. Да, я заметил. Слушай, сейчас пешком пойдешь. Не надо. Ну ладно, ладно. Батяка назад сядет. Просто на задний ряд сейчас развалится просто. Ты на самом деле это встретишь вам и пристегнись, пожалуйста. Ты теперь пристегнись и сам пристегивается потом нихуя ты. Чел, конечно. Ну какой же красивый казик справа. В казик по-любому нужно будет заехать. Блядь, таким кортежем заехать, это же как красиво будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блин. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Привыкни к аппарату. Слушай, что я тебе могу сказать? Он едет 230. Он едет 240, по-моему. Сейчас мы разгоним и посмотрим на эту скорость. Так, вот-вот-вот-вот. Мы уже 280. Ой, 280. Вот мы уже 180. 200 километров разогнали. А мы уже напрямую. Все, тут только в точку прямо. Ну, хавал мы дернем точно мусорской. 243. Максималка у данного Гранта Чироки. И, в принципе, мне кажется, для повседневной езды это более чем комфортно. Ну да. Почему бы и нет? Еще учитывая, что на этой максималке в среднем 200 километров даже он рулится офигенно. Ну, это просто имба по факту. Ну да, 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 да. Мы вообще их изи выбили. То есть я вообще с первого раза, блядь. Ты куда полетел, лысый? На в жопу. Слушайте, блатя, по-моему, у бампера проблемы. Надеюсь, тоже розовый, кстати. 223, у тебя он голубой. Я считаю, кортеж идеальный. Блядь, ёп. Прс, это... Он не голубой, он бирюзовый. Ну, 223, конечно, меня не особо вкатывает. 222, либо 21. Слушай, можем обменяться? Я не против. Не-не-не. Так, давай, Туль. Чем надо сприсевнуться? Короче, теперь можно спокойно лететь, тюнячиться и как раз-таки на тюнячке посмотрим, что из наших автомобилей выйдет. Не понял. Он сейчас, я что-то не понял. А я сейчас что-то не понял. Шо ты лысый? Плаки-плаки. Или нормал-доки. О, зашел нормально. Очень красиво. Аккуратно, остановочек на своем розовом гранчи-роки делаем, наличные оплачиваем. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем, вот так вот останавливаемся. Шо ты лысый? Так, здесь нам налево. Да, здесь нам налево. Я вижу, как меня... Уф, кис был, кис, понял? Ты слышал-то мне? Я видел то, что 223-й меня наглым образом подрезал. 223-й боком, ты когда его тянул? Я все, я встал. Я запитил, как тебя закрутило. Блядь, я тебя подальше буду держаться с твоими лагами. Слушай, давай не надо. Давай поближе. Че, штампы скидываем? Ну, слушай, все, реал. Сейчас смотрю на свои гранчи-роки. Новенький, черненький, красивенький, максимальный. Который просто затюнячен, дрифтит, летит, пердит, я не знаю, просто пердит, нотандитон, айдинант, но вот из из. Слушай, все-таки гранчи-роки говно. Почему? Просто, ладно, сам джок, короче, шутки-шутками, ну, гранчи-роки выглядит просто бомбезно в черном, это стандартный вид гранчи-роки, на мой взгляд. И 223, на самом деле, тоже очень сочно смотрится, в таком серебристом, темном цвете. Особенно с такой логой тренировочкой. Главное, не переколхозить, подобрать такой нормальный строгий цвет, потому что, ну, как бы, 223 не должен каким-то быть вызывающим цветом, что ли, таким броским, я думаю. А вот с черакезом, ну, наверное, да. То есть, можно поиграться, что-то тоже темно-серый какой-нибудь бахнуть. Разные вариации есть, но, опять же, тоже нужно не переборщить, ибо это будет смотреться так себе, если честно. Здесь колхозить, как бы, колес тоже не нужно, они смотрятся довольно-таки, как бы, нормально, даже, ну, как бы, вписываются идеально, как и на 223-м. Типа, детализация моделек вообще, ну, шикарная в этом плане. Давай, короче, сейчас дойдем до казика, прокатимся на затюняченных наших машинках, и уже от этого будем, думаю, заканчивать, потому что мне очень хочется проиграть со свои деньги в казино. Давай. Давай, давай, поедем. Вот так вот дергать, а я не трусь, и только так дергаю. Я тебя ждал вообще. Ну и, уф, нитро подрубил, упёрся в этот, как его. Просто, как же меня калят мои лаги, которые я никак не могу пофиксить. Уф, там магнитолы тоже 223-й, да, вроде, был? Рочно, когда? Летаться начал. А я пролетаю, он остановился такой, спокойно такой, перекатился, и такой пах, путух, пах, как колхозник какой-то, понял? На скорости. И тут сразу винь. Вот она, вот уже и виднется казино, и ты чего? Ваш персонаж сильно истощен, вам необходимо срочно подкрепиться, и у меня, короче, потемнело все. 200 купи, и нормально будет. Одна фишка. Можете приобрести 127 фишек, говорит. У меня 127 косарей, потому что. Ну, значит, 100 покупаю. Фиш, реально, вставки за Red Dead Redemption вставили, или что? Вот мы с тобой в казино, и тут, в принципе, как я понял, есть три вида игры. Это Blackjack, и как раз получается, короче, есть Blackjack, есть рулетка, и получается вроде как бильярд. И давай попробуем начать как раз-таки с 21, именно с Blackjack, вот этот вот, вот этот вот, здесь, в принципе, очень много крупьем, то к этому, может, удачливый. Давай к этому мошеннику. Я попробую поставить 45 фишек, в принципе, по две ставки здесь, и по две ставки у рулетки, если, конечно, мы проиграем, в принципе, посмотрим, что из этого выйдет. Я много, пожалуй, ставить не буду. Факта ради, очень красиво выглядит дизайн этого стола, и в целом, дизайн самому казино. Честно, мне очень нравится, потому что, опять же, это дизайн с GTA 5, а дизайн с GTA 5, это всегда круто, как я помню. Чё, в натуре с GTA 5? По-моему, такого стола я там не помню, ну, не видел. Нет, я именно про казино. А, ты именно интерьерный имеешь в виду? Да, да. Понял, понял. И, так, до начала игры 0 секунд, сейчас-то, по-моему, микро-провакт такой будет, и мы начнем с тобой игру и вместе с Купой. Я посмотрю, кто из вас выиграет. Так, хорошо. Я хочу еще. Я хочу еще. Я проиграл. Я пока нет, походу. Тоже пока нет. А, ты у нас, короче, отдельно, мы с тобой играть вместе не можем, то бишь, это отдельная игра. Я выиграл. Ну, всё ещё, чувак, я с тобой больше не играю. С одним столом я с тобой больше тоже не сижу. И в целом я пойду, пожалуй, поиграю в рулетку, ибо там моя удача еще, наверное, меньше. Вот здесь есть свободный столик. Как я понял, кстати, тоже на одного человека. И тут столов 5, и на каждого он занимается отдельно. Так, ну, допустим, честно, я не особо понимаю, как это правильно играть, потому что здесь какие-то тактики, свои схемы можно вроде как мутить. Но тут стол и полностью чёрного был, поэтому я ставлю на красный. И ставлю я, наверное, тоже 60 фишечек. Попробуем депнуть и отбить тот минус, который я потерял как раз-таки на Blackjack'е. Стол отдельно занимается на каждого человека. И там снизу в худе короче прописано чей-то стол. Трэш. Тем не менее, у меня уже второй раунд. И смотрим, будет ли ещё раз красная, потому что серия из 5 чёрных, по-моему, должна не продолжаться почти сразу же после одного красного. А кто знает? Кто знает? Красный! Поздравляю, вы выиграли плюс 150 фишек, и у меня уже 300 фишек почти что. Теперь, я думаю, можно попробовать поставить на чёрный и попробуем и поставить 90 фишек. То есть идём по увеличению и посмотрим... Сейчас посмотрим, что у меня выпадет. Я не хочу выходить из казино с разъёбанной рот от этого казино. Да, шарик капец долго крутится. Мне выпала красная. У меня 10 фишек осталось. Я вот сейчас 45 поставил и... Я, походу, всё слил. Походу, всё слил, сука. А всё почему? Потому что не нужно азартно играть до конца. Чё, у меня только два или три... Два выигрыша было. А на этом, родной, всё. Спасибо за твой просмотр. Ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал. Также напомню, что все ссылочки на проект я оставлю в описании и закреплённом комментарии. Вводи мой промокод RUGGI и получай 50 тысяч игровой валюты на третьем уровне. А на этом всё. Как-то так. Тебе удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok